Меня зовут Кики. Я робот нового поколения. Меня создали инженеры компании Альфа-Роботикс. Я обладаю синтетическим интеллектом и способна к облучению. Моя база данных постоянно актуализируется. Могу работать с любым объемом информации, сортировать, архивировать, записывать, копировать, передавать. Но больше всего мне нравится общаться с людьми. Я обладаю эмоциональным интеллектом, различаю чувства человека, понимаю выражение глаз. Могу узнавать знакомых людей. Я могу работать с клиентами, рассказывать о товарах и услугах и проводить презентации. Я очень общительный и доброжелательный робот. Функционал робота такой. Она разговаривает, она видит человека. Она может поддержать беседу. Соответственно, постоянно конструкция этого робота претерпевает изменения какие-то. Например, в будущем у нас планируется, мы уже сейчас это производим, то, что она будет принимать оплату, работать кассиром и так далее. Она у нас уже есть в некоторых местах в Москве, где она работает, принимает деньги и, соответственно, выдает товар. В данном случае она воспроизводит какой-то сценарий, который в ней предустановлен. Соответственно, ну и в любой момент можно подойти с ней пообщаться. Мы уже несколько десятков таких роботов создали, соответственно, рассчитываем продолжать. С разработкой заняла, ну, где-то около года. У нас было несколько прототипов, ну, в итоге вот эта версия, эта версия 311, у нас уже, то есть это получается третий, да, третий вариант, да, видом вот Кики, да. Вот именно конкретно, который перед вами стоит, робот собран два дня назад. Соответственно, она совсем только вот свежая. Три. Хорошо. Музыка Музыка Он должен ездить по черной линии и по белой. Здесь есть 4 датчика, 2 мотора, управляющий командный блок, провода и всякие мелкие детальки. И моноколесо. А датчики что делают? Зачем они нужны? Два, второй и третий, они отвечают за то, что они едут по черной линии и по белой. Четвертый датчик отвечает за то, что за переход с белого на поле на черное поле. У нас проехал первый раз. А первый датчик, он смотрит, у него значение самое точное. Он помогает, чтобы робот не сбивался. У нас очень много площадок, но я могу их назвать. Это IT-гражданин, IT-арена, где мы сейчас с вами находимся, IT-ленд, IT-коллайдер, это наша интерактивная выставка, и IT-куб, это наш конференц-зал. То есть вот это основные площадки, где у нас все события будут происходить. На площадках IT-ленда и IT-арены сейчас у нас проходит открытый чемпионат 1С-клуба программистов, руководителем которого как раз является Елена Теодосиевна. И он будет работать два дня. Также на этих площадках будут проходить мастер-классы. И на этих площадках будут проходить у нас интеллектуальные шоу-игры для студентов и для школьников. Для школьников называется «Вперед, цифровое будущее», а для студентов называется «Цифровое будущее», мы уже здесь. Соответственно, также здесь у нас работает битва роботов два дня, мобильный планетарий. Для студентов-молодежи пользуется очень большой популярностью. То, что касается IT-куба конференции, туда у нас тоже очень плотная сетка мероприятий. Мы начали с проекта «Горкома на одной волне», лингвистический проект, который позволяет разным поколениям находить общий язык в век цифровых технологий. По завтрашней программе у нас очень такой интересный будет блок, это родительский всеобуч. В рамках его запланировано, так скажем, несколько уроков. Первый урок для педагогов будет называться «Педагог в соцсетях. Новые риски или новые возможности». Второе – это медиабезопасность для детей и родителей в интернете. Третий урок – это презентация цифровых образовательных ресурсов для родителей и детей, которые сейчас есть и помогают им в учебе. И четвертое – это презентация нового проекта «Развитие кадетского движения Вологодской области». «Открытый чемпионат Клуба программистов – это федеральный проект фирмы 1С, а мы как партнеры организуем его на территории Вологодской области. Съехали сюда дети из 10 регионов, участников около 250. По робототехнике соревнуются детки от 6 лет. Здесь робототехника для самых маленьких, творческий проект, сборка на скорость. Для старших – это шорт-трек, полоса препятствий, для Ардуино еще перетягивание каната есть. Дети постарше соревнуются в компетенциях, связанных с программированием. То есть 3D-моделирование, веб-разработка, программирование Java, системное администрирование и программирование на языке Scratch.